Капитального ремонта во дворе дома по улице Транзитная, 24, рассказывают жители, не было со времен постройки. Зданию почти 50 лет, и в этом году дом попал в федеральную программу «Современная городская среда», инициированную фракцией партии «Единая Россия» в Госдуме. Ремонтные работы здесь начались 1 июля. По проекту у каждого подъезда установят новые урны и скамейки. Сейчас рабочие подготавливают территорию к укладке асфальта и установке бордюрного камня. Все работы, обещают подрядчики, закончат раньше срока. Плюс дополнительно делаются добавочные парковочные карманы, устанавливаются ограждения, дорожка мы можем посмотреть дополнительно будет сделана. То есть срок по договору 1 сентября, но здесь планируется работа закончить где-то до 5-10 августа. Мы все года делали и песочницы сами, и цветы высаживали, и рассаду делали, и благоустраивали свой двор. В общем, все делали сами. И первый раз у нас сейчас произошла вот такая вот просто благодать, что нам делают двор, и именно финансирование государственное. Всего же в Кировском районе в этом году по программе формирования современной городской среды отремонтируют 28 дворов. Это улицы Щерса, Алеша Тимошенкова, Симофорная, Вавилово и проспект Красноярский рабочий. Одна из особенностей программы – софинансирование работ со стороны собственников. На ремонт жилья жильцы должны внести не менее 2% от стоимости благоустройства. Если же люди хотят обустроить парковку, детскую площадку или спортивный городок, придется внести от 20%. Особо, конечно, хочется отметить те дворовые территории, те дворы, которых председатели активны. То есть жители принимают решение на общем собрании самостоятельно, что будет у них в их дворовой территории. Всего в Красноярске в этом году отремонтируют более 200 дворов во всех районах города. Контролируют работу представители районных администраций и депутаты городского совета. Депутаты городского совета по своим районам, по своим округам выезжают как раз в тот период, когда работы только еще проводятся, для того, чтобы можно было по ходу работ посмотреть, насколько качественно они выполняются. Программа «Городская среда» рассчитана до 2022 года, поэтому те дома, которые не попали в список в этом году, отремонтируют в следующем. Екатерина Деревянко, Михаил Ткачук, Афонтова, Новости.